Центральная городская библиотека Котласа приобрела статус модельной в 2019 году и была первой в Архангельской области. За победу в конкурсе проектов учреждению было выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета, 8 миллионов – средства областного и местного бюджетов. На средства гранта проведен капитальный ремонт, обновлен фасад здания, приобретено оборудование и книги. Сейчас мы находимся в фойе. Здесь зона администраторов, которые встречают наших посетителей. Здесь есть указатели, какие залы появились у нас в библиотеке. Для удобства посетителей весь фонд библиотеки разделен на художественную и отраслевую литературы. Каждый зал – это комфортное и современное пространство для читателей. Уникальное оборудование – станция самообслуживания. Личный кабинет открывается. У каждого читателя свой читательский билет. Выберите действие. В данном случае я возвращаю книги. Положите книги на фолку. Нажмите «Вернуть». То есть станция все вам подскажет, что делать. Нажмите «Готово». На сегодняшний день фонд взрослой модельной библиотеки составляет порядка 40 тысяч изданий. 75% из них уже занесено в электронный каталог. Также в обновленной библиотеке есть арт-холл со сценой и экраном. Здесь проходят творческие вечера, презентации книг и литературные конкурсы. Конференц-зал, пространство для работы группами. Это Котласское литературное собрание, где собираются поэты и писатели города Котласа. Также у нас есть клуб, вновь созданный в этом году, клуб «Теплое счастье». Это клуб любителей вязания. Также у нас работает клуб «Альфа-Лиры». Это клуб любителей поэзии и молодых авторов. Клуб «Хозяюшка», где собираются люди старшего поколения, общаются. Перейдем к городской детской библиотеке. 2022 год стал для нее знаковым. Завершили модернизацию здесь месяц назад. И теперь Котлас – единственный город в области, где функционируют сразу две модельные библиотеки. 5 миллионов рублей федерального бюджета удалось привлечь в рамках этого проекта. И также было софинансирование местного и областного бюджетов в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей. На создание концепции библиотеки дизайнеры вдохновили раскопки профессора Владимира Малицкого, обнаружившего останки животных пермского периода на территории Котласского района. Главный библиотечный зал получил название «Зона опытов и экспериментов». В центре – декоративный скелет динозавра. Одно из основных направлений работы библиотеки было выбрано естественно научное направление. Мы предполагаем, что наша библиотека станет таким детским центром изучения наук. Территория книг разделена по возрастам. Как оказалось, это очень даже удобно. А благодаря тинейджер-холлу библиотеку чаще стали посещать подростки. Там у нас появились места для самостоятельной работы, которые оборудованы ноутбуками и такими акустическими перегородками, чтобы никто друг другу не мешал. Ну и там же у нас появилось небольшое место для работы для малых групп. Кроме классического деления на читальный зал и абонемент, в библиотеке появился арт-холл для мероприятий и плей-зона с настольными играми и интерактивным столом. Мы хотели, чтобы игры были именно развивающие, на смекалку, на логику, чтобы дети образовывались в игре. Еще один проект, реализованный в Котласе в рамках нацпроекта «Культура» – виртуальный зал, благодаря которому жителям и гостям города открыт прямой доступ к лучшим концертным программам, независимо от того, в какой точке мира играет оркестр или идет спектакль. Хочу сказать, что это очень большое подспорье для нас при проведении своих мероприятий, потому что, вы понимаете, это огромный экран с очень хорошим разрешением, почти 4К. Это первое. Второе. На Культура ПРО периодически очень много мероприятий, которые транслируются по этому виртуальному концертному залу. Светодиодный экран, акустическая система, звуковая аппаратура. На организацию мультимедийного виртуального концертного зала городской ДК получил 5 миллионов 700 тысяч федеральных средств. Из местного бюджета было выделено порядка 260 тысяч рублей. Наш виртуальный концертный зал только начинает действовать, но народ уже услышал, народ понимает, что это бесплатно, народ понимает о том, что это лучшие концертные программы. В частности, завтра будет концерт «Березки» нашего знаменитого ансамбля в 14.00. Приходите, будем всем рады.